Дорогие друзья, это поселок Боямбай. Но самая главная проблема, что в этом поселке ничего не доделывают. У нас наполовину все сделано, можно сказать. Запчасти дорогие, пенсии не добавляют, зарплату людям не добавляют. На что жить людям? Несколько километров, просто ад какой-то. Поэтому мы мучились именно по этой дороге. Дорога отвратительная, ужасная. И к таким мы начали обращаться, Аким сказал, я в отпуске. И были похороны. Пока люди были на похоронах, Аким быстро приехали, приняли площадку и уехали. Люди там что-то радуются, отмечают, подарки дарят. У нас этого не было, у нас одно нерасстройство, честно говоря, по этому поводу. Здорово! Первый вывод, нельзя к людям так относиться. У нас все в разработке. Сами мы обслуживаем. Все. И этот водопровод сами мы обслуживаем. А сколько приблизительно стоит доехать до больницы на такси? Ну, такси 4 тысячи. Если бы дорога была хорошая, асфальтированная, то, наверное, и таксисты такую цену не загибали бы, да? Асфальт ушел, закончился, а яхтал, да, все, нету ничего. Было, что ураганы и столбы падают. И тоже никому дела нету. Мы будем уже собирать базу данных поселков с недоделанными дорогами. Дорогие друзья, это поселок Байамбай. Акбайамская область, Бурабайский район, ну, буквально в нескольких десятках километров от курорта Бурабай. Мы сюда приехали по просьбе местных жителей, потому что у них здесь целый ворох проблем. Но самая главная проблема, что в этом поселке ничего не доделывают. Дорогие друзья, но прежде чем начать, подпишитесь на наш канал, нажмите лайк, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Это здорово мотивирует нас сделать больше видео о нашем городе, о нашей области и нашей стране. В общем, при заезде в поселок дорога хорошая. Она вот здесь вот начинается, но тут несколько километров просто ад какой-то. Поэтому в основном все ездят по проселке, ну, по полевой дороге, по левкой ее называют. Однако там тоже колья огромная, мы на низкой машине туда не проехали. Поэтому мы мучились именно по этой дороге. Дорога отвратительная, ужасная. Даже не видно, что ее подцепают. Сомневаюсь, что ее подцепают. В общем, в самом поселке сделали, а как до него добраться, это ужас. При всем при том, что все в основном люди, которые живут в поселке, они работают не в поселке, а выезжают постоянно в города и там работают. Ну вот мы собрались, вот уже, как, который раз собираемся, чтобы осветили наши проблемы. У нас, как, наполовину все сделано, можно сказать. В нашем поселке, допустим, проживает население около 500 человек. Говорю, существует средняя школа, библиотека, медпункт, торговые точки. Как бы поселок существует, как люди. Но дальше все, начинаются у нас проблемы. Проблемы с водой. Это водоснабжение, самое главное у нас, что постоянные у нас порывы, постоянные. В прошлый год делали нам скважину. У нас закончилась в одной скважине вода, пробурили новую. Ну, новую пробурили и все на этом. А сама-то трасса старая у нас, она в 1978 году был запущен водопровод, когда еще при Советском Союзе уже износ полнейший. Вот нам обещают. Собирались люди с Акимата, точно так же мы делали, как можно сказать, забастовку. И что? Решили, что? Ну, сказали, что деньги выделены. Каждый раз нам Аким отчитывается... Сколько лет обещают? Сколько лет уже обещают? Ну, уже не знаю, сколько лет. Больше 10 лет обещают. Но в прошлый год у нас вообще в скважине закончилась вода. Поэтому они экстренно нам пробурили новую скважину. И то мы складывались, люди складывались, полмиллиона мы своих, люди сложились с деньгами. Так же и по электричеству у нас, освещение. Провели новую улицу, вот там есть улица, вот там кусок такой вот небольшой, не знаю сколько. Поставили 13 фонарей на освещение, на столбы, которые на освещение у нас просто идут. Они затрат никаких не понесли. Вот отчитывается, 2 миллиона затрат стоят на эти улицы. Подождите. А старые столбы делают освещение. 13 фонарей вешают. Все. А остальные... Какой отчет? А за чей счет они это делали? Ну, за счет бюджета, наверное, или за чей счет вот это делается. Аким же отчитывается. Согласно письма аппарата Акима Бурабайского района, говорится, что были выделены средства на установку фонарей уличного освещения в поселке Баянбай на улице Новая в количестве 13 штук на общую сумму 2,4 миллиона тенге. Якобы работы выполнены и освещены 600 метров в поселке. Дорогие друзья, посчитать, сколько стоит светильник и вообще узнать цену на светильники, мы пришли специально в Кокшетау, в магазин Энергия. В общем, вот мы сфотографировали этот самый светильник. Он здесь висит точно такой же. По цене получается тройной 25 тысяч. Однако, путем нехитрых математических вычислений, мы выяснили, что реальная стоимость фонарей составляет около 325 тысяч тенге. Это 13 штук. Получается, согласно логике, 2 миллиона 75 тысяч тенге уходит на оплату работы электриков по установке и подключению данных фонарей. Скорее всего, это очень дорогие приезжие электрики-профессионалы. Как нам стало известно, средняя рыночная цена таких услуг для подключения 13 фонарей с работой автовышки будет стоить до 400 тысяч тенге. Это если брать по максимуму. Итого, с покупкой фонарей это всего обошлось в 674 тысячи тенге. А Акимат потратил на все это в три раза больше. Кажется, тут есть о чем задуматься Департаменту экономических расследований и Антикоррупционному комитету. Потом у нас, вот тут около школы, мы уже сколько лет просим вот эти постройки убрать. Потому что тут все на территории школы стоит вообще убитое здание, что его нужно убрать. Это же небезопасно вообще. Это небезопасно. Уже сколько лет мы Акиму говорим. Приезжал район Аким. Мы вот так за руку его водили, что опять все на этом месте, на том же месте. А теперь мы находимся возле школы. И тут возле школы выглядит, конечно, небезопасно. А это что раньше было? Магазин. Это типа этот. Магазин, магазин. Сейчас тут. Здорово. Были случаи, когда дети сюда? Постоянно дети. Да? Да. Вот вы можете снять, упала крыша. Это хорошо, детей не было. Вот, в следующем проявлении. Вон, доски. То есть не только дети, тут и коровы могли подстрелять. Вот, вот, смотрите, здесь наглядно, хорошо видно, крыша завалилась. Причем с таким слоем на крыше. Получается, на территории школы одно здание, да? Раздолбанное. Потом идет вот второе здание, получается, и третье здание. Вроде бы школа нормальная, да, все есть. Однако, вот, смотрите, получается, футбольное поле, заросшее почему-то. Не знаю почему. И вот здесь сразу, здесь, получается, у них уроки физкультуры, да, проходит, получается, да? И сразу вот такое вот аварийное здание. Я думаю, что это навряд ли безопасно вообще. Что там внутри? Что это было раньше? Типа гаража, склада что-ли было. Давно пора такие вещи демонтировать. Оно разваливается, и для детей вообще небезопасно. Та последняя улица. Там должен был мостик. Прошлый год, уже он лет 10, наверное, существует. Та улица не рабочая. Нужен мостик. Ну и все. Прошлый год пообещали, уже и район, я кем сказал, что и трубу вам привезли. И вот, и ныне там, ну, можно сказать. Да, тут тоже небезопасно. Короче, получается. Ее меньше всех задувает снегом. Раньше по ней только зимой ездили, потому что тебе сильно забивало. Это в эти три года бесснежные зимы, то как бы и не так получается. А когда снежные зимы были, то эта улица была только рабочей. Ну и в итоге нас вот эта спортивная площадка добила. Вот это? Новая, да? Да, это новая площадка. Вот едем мы же не на обитаемом острове. Едем мы в соседние поселки. Везде спортивные площадки. Четырехметровая вышина. Тут вот как вроде взяли, посмеялись. И Акиму начали обращаться. Аким сказал, я в отпуске. Хотя указания, мы тоже слушаем новости, что Акимы в это время не должны уходить в отпуск. А дороги вы вот ехали по нашим дорогам. А, ваш Аким тоже в отпуске? Ну, так выходит. Площадку, даже площадку открытия. Сделали так, что люди даже не знали, что у нас открывается спортивная площадка. Ну, как так? А что не так с этой площадкой? Бывали в многих местах, да, действительно, там везде 4 метра. А по проекту как идет? По проекту вроде как 4. Да? У подрядчика спрашивали, он говорит, я первый раз такой проект строил, говорит, вообще он чисто по этим футбольным полям ходит. Вот дети вечером приходят, жалуются. То есть он сказал, что впервые я такой маленький? Да, вот этот, который строил, подрядчик, я с ним разговаривал, он говорит, я первый раз такой строил. Если вот камеру туда навести, если вот мячик туда, например, перелетел, это надо им через калитку бегать туда. Потом у нас здесь зимой снег собирается. Это бараны у нас тоже, скотина отпускает. Гуси, бараны, это все будет у нас внутри, честно говоря. И детям небезопасно, видите, как иголочки торчат тоже. И я не знаю, я такой, Качитая был, в Астане был, везде бываю, первый раз такой, честно говоря. Если что, у меня тоже вопрос к этим, да. Здесь вроде все как нормально устраивает, вот это вот, действительно, это какая-то. Здесь в Джамантузи, в соседних деревнях, в ТикТоке везде, там блогеры ходят, открытия, люди там что-то радуются, отмечают, там подарки дарят. У нас этого не было, у нас одно нерасстройство, честно говоря, по этому поводу. Травяной стил, вот этот который, он вообще не закрепленный, я подходила, они его обсыпали просто песком. Крепления на нем нету, сейчас какой-то ветер, вот, все поднимет, вот эта трава, вот эта будет, она будет лететь. Вот. И разметок тоже, пожалуйста, посмотрите, разметок нету. Ворота вот эти, они вообще не стандартные, они сказали, это так, для мини-футбола, что ли, а это получается, получается, футбольное поле. Я разговаривала с детьми, они вот сейчас вот играют, они бедненькие замучились, лучше в школе вот здесь, говорит, играть, чем это поле. Только мяч это пнули, и мяч перелетел, и тогда они бегают за этим мячом. Это представьте, вообще это же неинтересно, сейчас они, сегодня они бегают, а завтра они начнут лезти, через забор, через этот, ну это же тоже не делать. Как вы думаете, стоит ли вообще уполномоченным органам, следственным, обратить внимание на это? Я думаю, что это стоит. Вот, 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 посмотрите, даже вот ворота, да, они даже замок не составили труда, ставить замок. Вот веревочка, сейчас у нас скот идет вечером, допустим, бродячий. Они же сейчас будут полные здесь скота, что это будет? А вообще площадку приняли? Ну, как говорят, приняли. Получается, никто ничего не в курсе, ни открытия, мы не знаем. Нас никто не в курсе, не составил, как сказать, поставили известность, поэтому мы... Устроители уехали. Все уехали. А когда ее сдали? А вот буквально дня 4-5 назад, буквально вот, перед вами, числа 19-20, где-то вот так вот. Вот буквально сказали вот до обеда, потому что мы приходили сюда, хотели остановить эту стройку, останавливали до обеда, потому что действительно оно не соответствовало. Вот. Вот эти ворота, они прикреплены проволокой к столбам, вон там прям, прям, посмотрите, к забору скручены. Это тоже вообще несерьезно, вообще никак. Как можно вот это все принять, я вообще и понятия не имею. Значит, вот здесь получается она такая короткая, да? Лавочек нету даже. Два метра, три сантиметра она. Смотрите, как ворота прикреплены. Вот это вот, с такой вот проволочкой, вот все. Вот на чем они держатся, все. Вот смотрите. Они просто посадили ее на проволоку. Да, все, все. Вот это все, все, есть крепление. Вроде ворс, да? Смотрите, они просто гравер насыпали, ребенок падает, вот этот камень, вот эти камни, они залетают в колени. Слушайте, они по проекту не должны быть? Должна. Мелкий песок. Нет, здесь должен быть крепление же, они же должны потом быть. И обычно делают крошку резиновую. Типа черная. Нет, нет. Они просто брали песком, я сама приходила и видела, они песком засыпали, а потом это все брали песком. Это даже не песок, это гравер. Это гравер. И когда они строили, никто не контролировал. Никто. Кто-то бы должен, Аким, Аким. Мы один раз останавливали. Ну ладно, они первый раз шутки. Первый раз шутки, да. Сдача площадки получилась так, в деревне были похороны, пока люди были на похоронах, Аким быстро приехали, приняли площадки и уехали. Именно в это время, когда были похороны. Да, да. Мы по словам знаем, мы же не видели, что они тут приезжали. Я подъехал, они уезжали. Я как раз ехала, я ехала домой. Я подъехал, я хотел еще спросить, пару вопросов задать. Я подъехал, они сели, уехали. Здесь даже они минут 10, наверное, не стояли. Вот по дорогам мы занимались тоже. Когда нам эту дорогу положили, мы были тоже все в шоке, что нам вот эти 3 километра проложили, а еще 3 километра оставили, не этот. Это внутри поселка. Это внутри поселка, но опять же они как, наполовину все сделано, вообще не до конца улицы. Юбилейную, они должны были юбилейную поставить. До середины, вот до ворота доложили, и все на этом. Мы написали письмо в прокуратуру, подписи, все. Жалобы на районный акимат, ну и что нам прокуратура ответила? Обращайтесь в районный акимат, нам районный акимат сделал такую отписку, и все. Какие средства на что выделены, и все. И когда это что будет? Также и на водопровод сказали, что будет у нас водопровод, а теперь только они, у нас все в разработке. Сами мы обслуживаем. Все. И этот водопровод сами мы обслуживаем. Во-первых, водник, который мы сами, люди, которые собираем деньги, воднику платим, чтобы он хотя бы смотрел, что вода включается. За свои средства. Да, за свои наличные средства. Порывы тоже, Есиль другой раз дает нам солярку, вот что Есиль помощь выделяет. Крестьянские хозяйства, ну все это идет за счет людей. Не акимат, никто нам не помогает. Вот что. И почему так вообще, вот это непонятно. И отношения к людям, вот непонятные. Дорогие друзья, село Байомбай. Сейчас мы покажем, как в 21 веке. Здесь люди, можно сказать, что добывают воду. Пользуются водой, скажем так. Ну, покажите, пожалуйста. Вот так вот берут на веревочке, достают вот этот шлантик. Вода на таком уровне не потекет. Не побежит. Можно проверить, на каком уровне она потекет. Вот опускаем. Ага. То есть еще и только там она текет. Да. Вот я подниму. На уровне декоративной. Жесть просто какая. 50% поселка вот так и набирает. Набирает, да, воду. И жесть это просто. Ну, это еще хорошо набежит. Другой раз в колодце бывает, что пустые. Ужас какой. Вот бывает, что свет потухнет или где-то выбило автоматы или что-то. Все, мы без воды. Жесть просто. 21 век, Новый Казахстан. Сама скважина находится примерно в 10 километрах. Да, сама скважина в 12 километрах. Если какая-то авария проходит, то дня 3-4 мы сидим без воды. Дорога, это наша разбилась, которая вот сейчас никак ее не сделают за счет постройки автобана общей трассы центральной вот этой, казахстанской. Там ездили камазы и разбили, и образовались такие колдобины. Поэтому, почему мы считаем, что нужно сделать обязательно эту дорогу, когда нам говорят, что не только у вас такие проблемы, везде такие проблемы, у всех дорог нету таких. Но, я думаю, нужно обратить внимание на нашу дорогу особенно. Почему? Потому что у нас, как вы видите, мы находимся рядом с городами Щущенск и Кокшетау. И многое население работает в этих городах. То есть, занимается важным жизнеобеспечением городов. И представьте, что они каждое утро добираются до работы по такой дороге. Машина разбивается. Автобусы к нам не ходят. Люди нанимают такси и ездят в больницу или за какими-то покупками и так далее. Вы же в Щущенской больнице, да, привыкли? Да. А сколько приблизительно стоит доехать до больницы на такси? Ну, такси 4 тысячи. 4 тысячи вы платите, чтобы доехать до больницы? Да. Нет, я вот 4 тысячи обратно. Я такси заказываю, 4 тысячи. Вот представьте. Как штаб 5. Если бы дорога была хорошая, асфальтированная, то, наверное, и таксисты такую цену не загибали бы, да? Грубо говоря. Потому что все-таки по этой дороге машины ломаются, выходят из строя. Нужно покупать запчасти. Поэтому они, наверное, такие цены ставят. Мы их тоже понимаем. А сколько людей живет в поселке? Около 500 человек. 500-500 человек. 500-500 человек. Сколько дворов приблизительно? 192. 192 двора. Еще у нас на подвозе дети на автобусах, на газели. Представьте, тоже газель может выйти из строя. А, в соседних поселках? Да, может выйти из строя. А если в зиму и в мороз эти автобусы поломаются, бывают такие случаи. Так ведь? Представьте. Я хочу насчет дороги сказать. Когда мы воевали, сколько воевали? Лет пять. Чтобы сделали нам асфальт. Приехали, вот две улицы заасфальтировали и все. Не до конца. Я мастера спрашиваю, сынок, а вот, ну вот вы докуда будете тянуть? Мы вот до конца поселка дотянем, потом в сентябре приедем и дальше будем делать. Так и было. Так было? Да. Вот, было так. Ну все. А еще спрашиваю, сынок, а вот обочины кто вот это будет обсыпать? Сейчас едешь, где-то ребенок, попал на обочину, крутанулся, все. А это у нас другая бригада. Так вы представьте, при Советском Союзе за 80 километров асфальт возить, их бы расстреляли. Они с Невского возят сюда, асфальт возили 80 километров. Уже готовы, да? Да в один конец. Это 160 километров туда-сюда. Вот представьте, поэтому все дорогое, все вот. И вот сказал, мы доделаем. И вот уже, сколько у нас асфальт, два года уже? Да. И вот так все доделывают. Теперь от базы выезжать, там вообще невозможно было ехать. А Киевник тут договорились с Сулейменом, вот у нас это крестьянское хозяйство. Они мелкой щебенкой дрессовой засыпали. Кто равнял, неизвестно, конечно. Две недели стояло. Две недели стояло это все, куча эти. Не проехать, по полевым дорогам ездить. Пожарка проехать не могла? Да, пожарка ехала, она пожар не могла проехать. Я уже такую картину видел. Идет асфальт, да, ну, во-первых, ничего не подсыпано, вот мы сразу видим. Ни хрена тут не подсыпали, вот просто его как положили, так он и лежал. Ай, пофиг, ну, как всегда. Вот такую же я видел в Зернитинском районе в прошлом году. Вот. Идет асфальт, короче, там, скорее всего, запланировано было асфальтирование всего, но тут он прерывается, что-то тут какую-то залу подсыпали, подсыпали и все. И дальше до свидания. Асфальт ушел, закончился, а яхтал, да, все, нету ничего. И вы не представляете, сколько поселков у нас в стране вот именно вот так вот делают дороги внутри. Просто, если посчитать, кто знает, напишите, есть ли у вас такая же ситуация, то в комментариях хоть знать. Мы будем уже собирать базу данных поселков с недоделанными дорогами. запчасти дорогие, пенсии не добавляют, зарплату людям не добавляют, ничего. На что жить людям? Зато налоги платим. А налоги платим, ой-ой-ой. Налоги-то платим. Налоги-то платим какие? Дороги убитые, дороги... И никому ничего надо. Акиму сколько говорили, и нашему Акиму, и районному, как об стенку горохом. Отписка идет, отписывается. Будет, будет. В разработке было, водопровод у нас был в разработке. Уже средства выделили, должны были выделить. Все, пропали документации, документы пропали. Так было? И на свет точно так же. Сделали они там свет. Ну, повесьте, школа, вот она школа, бетонные столбы. Зимой темно, собаки бегают, дети ходят. Тут десятка не повезет. Ну, повесьте хоть одну лампочку сюда. Там по поселку почему не сделать? Столбы деревянные. Надо бетонные столбы. Делайте. Никому не нужен. Все. Ну, вот же есть. И до свидания. Вот они, столбы есть, но поставьте из школы хотя бы фонарь. Они сказали, что из школы можно поставить, но они так и не поставили. Ну, так они не поставили, не будут ставить они. Они говорили, что на эти старые столбы можно поставить. Вот у нас проблема, вот это самая проблема. А у нас, значит, никому не нужно. Да, поселок у нас, конечно же, большой, населения много, я думаю, что для современного уровня. Но вот даже в селе нет своей пожарки. Всегда у нас была пожарная машина, тем более сейчас вот такая пожароопасная ситуация, жаркое лето. И еще проблема то, что у нас внутри нет воды в нужном количестве. И вот буквально на днях загорелся гараж посередине села. И, конечно же, пока вызвали пожарку с города, она пришла быстро. Но в такую жару это тоже невозможно. Это очень опасно. И вот на такой большой поселок нет своей пожарной машины, нет какого-то скважины какой-то, специальной гидрогидрана, или как это называется, где надо брать эту воду для тушения пожара. Поэтому вот проблем очень-очень много. Требуем свет, свет. А вот эти электрические столбы, которые вот у нас стоят, вот сейчас освещение подается, они уже с 68-го года стоят. И никому дело... Пускай 65-го. Никому дело. На вязках все провода держатся. Уже дятлы раздолбали эти столбы. Вот только что, вот что этот. Было, что ураганы и столбы падают. И тоже никому дела нет. Ну вот можно столбы посмотреть, они все. Сейчас мы отдельно поедем по ним. Так, кто еще? Так, еще что есть, что сказать? Коломки пользуются, фланги. Да, вода у нас, вы знаете, как подается вода? Сейчас покажете нам. Это давайте покажем сейчас. Про воду, это самое. Вода у нас чисто под насос только работает. С земли. У каждого дома стоит насос, и этот насос тянет с водопровода без башенки, тянет эту воду насильно. Школа стоит без воды, водовозная. Школа без воды? Да, без воды, вот подвозная вода. А в туалет как ходят? Ну, так ходят в туалет. Ведрами сливать. Вода не стремительно подается же вода. Ну, в основном, да, ну вот сейчас, в основном подвозная, там без конца. Подвозная для полива, для мытья пола. Ну, в год, в год, два раза я насос меняю. Потому что просто тупо мы находимся на работе, он сгорает, без воды. Мы приезжаем вечером, все, он задымился, тут же и пожар. Этот мотор, он горит. Среди ночи включился, годит. Все, вода кончилась в трассе. Дорогие друзья, только что вы послушали и видели воочию все проблемы этого поселка, поселка Байанбай. Я надеюсь, что местные власти увидят это видео и сделают правильные выводы. Первый вывод, нельзя к людям так относиться. В первую очередь, нужно следить за всем, что здесь происходит. Вы за это получаете зарплату, особенно госпожа Акимы и те, кто, собственно говоря, работает ради населения. Вы же получаете за это зарплату. Это ваша непосредственная работа. Контролируйте. Смотрите, чтобы просто здесь все доделывали элементарно. Деньги же выделяются, видно, поселок хороший, деньги на него выделяются, да что-то строится. Ну, блин, почему не доделываете? Почему не смотрите? Ну, такие вот вещи, мы обязательно эти ссылки всем разошлем. Посмотрите внимательно, обратите внимание на этот поселок. С вами был Ренат Грямов. Как шел туда и говорим интересно о важном. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова